Всем, кто уже проснулся, я желаю доброго утра в студии Алина Савваш и это утро мы проведем вместе. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Меньше работы стало, ну, проектов. Мы производим светильники и напрямую продажи зависят от объектов, от строек. Я дома работаю, потому что сижу с ребенком и работаю одновременно. В принципе, нет. Добавились какие-то, конечно, дополнительные обязанности в связи с этим, ну, в связи с должностью, наверное, моей. А так, все как работали, так и работаем. Очень интенсивная стала работа, потому что я медицинский работник. И стало нам гораздо тяжелее, чем когда не было коронавируса. Берегите себя и близких, пожалуйста. Даже после выхода из самоизоляции некоторые специалисты продолжают работать в удаленном формате. Целые офисы ведут деятельность из дома, попивая кофе над своими ноутбуками. Но есть ряд профессий, для которых работать в таком режиме просто невозможно. Например, врачи. Они об удаленке только слышали. Однако даже сегодня интерес к этой профессии только растет. Эти люди в белых халатах – студенты-первокурсники медицинского факультета МГОУ. Лекция по анатомии. Начало-начал долгого пути в профессию. Наверное, не все его пройдут до конца, но те, кто выбрал эту древнюю и уважаемую профессию, обязательно добьются своего. И эти аплодисменты в конце лекции – тому порука. Спасибо. Пока вчерашние школьники, а среди них немало медалистов и победители Олимпиад, только привыкают к своему новому статусу. Вы, наверное, видите себя в хирургах? Я пока себя никем не вижу. А чем от привлекает медицин? Тем, что можно помогать людям. Просто нравится быть медиком. Врач – это и призвание, и мастерство. Высокое профессиональное мастерство. А оно дается только упорным трудом. Сейчас все поняли, насколько важно, чтобы наша система здравоохранения была наполнена врачами. Мы очень мало спим, потому что приходится очень много заниматься. И поверьте мне, то те старания, тот профессионализм, который есть у наших преподавателей, и то желание обучаться, который есть у наших студентов – это залог успеха. Конкурс на факультет. 50 претендентов на одно место. Отбор строжайший. Случайных людей здесь нет. В профессии они не нужны. А вот те, кто считают это делом своей жизни, находят свою мотивацию. В первую очередь для меня врач – это довольно отзывчивый человек, который должен помогать в любой ситуации. Мама сразу же одобрила. Папа сказал, что это очень тяжелая профессия, стоит подумать. А вообще все родственники обрадовались. Именно нравственная мотивация лежит в основе будущего профессионала. Первые два года они будут изучать в основном фундаментальные дисциплины. С третьего курса студенты обучаются у постели больного, то есть в клинических базах. Это давняя традиция российского обучения медиков. И уже здесь, на факультете, начинают осваивать строение человека на моделях. Каких только имен не давали вот этой анатомической модели скелета человека во всех, наверное, университетах мира и медицинских факультетах. И действительно, эта модель воспитала много поколений отличных специалистов, отличных врачей. Но сегодня требования подготовки специалистов намного возросли. Нужна и большая точность, и наглядность. Вот как, например, вот эта бедренная кость. Вполне соответствует размеру. На помощь студентам приходит виртуальный анатомический атлас. Что бы о нем сказал Пирогов, создатель первого в России атласа? Чтобы студент мог детально изучить структуру и форму сложных анатомических объектов, потрогать, посмотреть, услышать это на лекции. Виртуальный атлас, который имеется у нас в распоряжении, предоставляет практически безграничные возможности для изучения анатомии. Мы действительно перешли на новый уровень технических возможностей. Хотя никто не отменяет привычные учебники и атласы. Они в основе учебного процесса. Но качество учебных пособий и технологий приближает к заветной мечте будущих хирургов, терапевтов, кардиологов. Сегодня есть множество способов найти свою профессию. Различные тесты, курсы, профориентация. Все это поможет изучить ваши способности и проанализировать цели. Но есть профессии, в которые идут по зову сердца. Одна из них – учитель. Все заслуженные педагоги, пользующиеся уважением учеников, пришли в эту профессию от большой любви. Без нее здесь просто нельзя. Первоучитель – это человек, который во многом определяет судьбу каждого из нас. Он не просто учит читать и писать. Он дает важные жизненные ориентиры. Самое трудное дело в жизни человека – воспитание детей, говорит Любовь Сергеевна Микаэлян. И именно этому делу она посвятила свою жизнь. Выросла в детском доме. Родители погибли во время войны. Признается, что всегда понимала – дети нуждаются в любви и заботе. Поэтому и выбрала профессию учителя начальных классов. Итогом многолетней работы стала книга «Маленькие дела. Большие радости». Это просто естественно получилось, когда с детьми работаешь. Хочется, чтобы они выросли настоящими людьми, на хороших примерах их воспитать. И я написала такую книгу, где дети на хороших примерах становятся лучше. Любовь Сергеевна имеет рекомендацию на издание своей книги от Союза писателей России. Профессионалы особенно подчеркнули, что это настоящая детская литература. Литература добра и радости, которой так не хватает сегодня. Издание сборника – нужное и совсем не маленькое дело, говорит и коллега Любови Сергеевны Надежда Николаевна Добрянская, которая использует рукописный вариант книги для проведения уроков вне классного чтения. В 1957 году у меня в классе была ученица Надежда Надева Юшкова. Вот. Это Надева Юшкова. Теперь вот кто. Надежда Николаевна Добрянская. А когда я увидела Любу Сергеевну, а потом начались наши уроки, я сразу выбрала свою профессию учителя и не изменяла своему решению, своей мечте всю жизнь. И на этом цепочка профессиональной родословной не заканчивается. Трое учеников Надежды Николаевны также выбрали преподавательскую деятельность. Когда меня спрашивают часто, почему я выбрала эту профессию и кто повлиял, я всегда говорю, что это Надежда Николаевна. Наверное, вот эту любовь Надежда Николаевна в нас и воспитала, потому что она доносила так интересно, что тоже хочется донести другому поколению тоже интерес к жизни, доброту вот эту. Наверное, это не то, что даже миссия, а призвание. Хочется работать. Правда. Теперь все вместе они работают в Мытищинской школе номер 24. Все равно продолжаем учиться. Безусловно. Друг у друга, да. И особенно, да, у Надежды Николаевны, потому что этот опыт бесценный, конечно. А я хочу вам сказать, открыть секрет. Я все время учусь у молодежи. Без этого сейчас никак нельзя, потому что молодежь, их идеи, вот их жизнелюбие, ну, просто окрыляет. И хочется бежать, правда, в школу к детям, Любовь Сергеевна. Да. Согласны? Согласна. Даже Любовь Сергеевна вот до сих пор на четвертый этаж вспархивает. У поэта Андрея Дементьева есть замечательные слова. Учителями славится Россия. И это правда. Пока существует такой крепкий генетический код, профессиональный и человеческий, будущее наших детей находится в надежных руках. После учителя самой востребованной специальностью в России, по версии Министерства труда, считается бухгалтер. Эта профессия существует уже несколько тысячелетий. Как только люди начали зарабатывать деньги, понадобились специалисты по учету и контролю денежных средств. С тех пор мало что изменилось. Сегодня бухгалтер нужен в каждой компании. Будь то новое кафе или металлургический завод. Мой коллега расскажет все тонкости этой работы. Программа переобучения ориентируется в первую очередь на спрос рынка труда. Есть спрос, есть предложение. В аудиториях Российского университета кооперации, социального университета, совместные проекты с Центром занятости населения реализуются уже не первый год. Сегодня мы обучаем женщин, которые не состоят в трудовых отношениях, воспитывают детей дошкольного возраста и имеют сегодня возможность получить профессию с нуля и приступить к трудовым отношениям. Научить с нуля за 72 часа занятий задача непростая. Даются ведь не просто азы профессии, но и практические навыки. Если мы хотим, чтобы человек при получении переквалификации смог быть востребован, поэтому мы изучаем эту программу и, безусловно, востребованность возрастает в разы. Тут важно и самое деятельное участие самих обучающихся. Сесть за парту решится не каждый, но, как показывает практика, минимум половина из прошедших переквалификацию находят себя в новой профессии. У меня, наверное, есть мотивация получить новые знания. А раз мотивация есть, то есть и желание сюда приходить и заниматься. Те знания, которые мы здесь получаем, их можно сразу же применять уже на практике. То есть мы не просто слушаем теорию, которую нам дают, мы ее применяем на практике, мы решаем задачки. Даже в непростых экономических условиях, когда приходится больше экономить и минимизировать, надо думать о росте и развитии. Университет кооперации – это, конечно, торговля, это, конечно, общественное питание и это туристический бизнес. Вот по этим направлениям мы будем работать с ним, поскольку в районе достаточно много трудовых ресурсов, которые заняты именно в этих отраслях. В скором времени десятки участников проекта получат документы, подтверждающие их новый статус и новый этап в их жизни. В последние годы в России остро ощущается дефицит кадров среди рабочих специальностей. И профессия сварщик – одна из таких. По данным порталов по поиску работы, в нынешнем году количество вакансий для специалистов этого профиля превышает 80 тысяч. При этом уровень заработной платы значительно выше среднего. Почему мальчишкам, которые оканчивают школу, стоит обратить внимание на эту специальность, расскажет мой коллега. Конкурс профессионального мастерства в Матищинской теплосети проходит каждый год. Представители восьми специальностей демонстрируют свои навыки. Последним этапом стало испытание для газоэлектросварщиков. Сначала конкурсантам необходимо было ответить на теоретические вопросы, а после приступить к практической части. Каждый год присутствует волнение, ответственное дело такое. Поэтому все привычно, но все равно переживания есть. Александр Иванченко уже 8 лет трудится на предприятии «Матищинская теплосеть». В 2016 году он представлял Матище на региональном конкурсе «Лучший по профессии» и занял там первое место. Такие мастера – гордость округа. На чередном конкурсе каждый выполнял сварочные работы. Задача конкурсантов – показать свое мастерство в соединении деталей. Александр Пимашин нам рассказал, что важно при выполнении такой работы. Вот неплохой образец. Обращать внимание надо на дефекты шва, подрезы, красоту, поры. Самое главное, чтобы пор не было. У вас нет пор? А кто его знает? Ну, на глаз тут не определить. Надо прибором специальным здесь просматривать. Ну, а так визуально неплохо. А ширина шва важна? Ширина, высота, да. Все это учитывается. Работа сварщика – это непростой труд, который требует отличной зрительно-моторной координации, умения длительное время концентрировать свое внимание на одной точке, а также работать, несмотря на сложные погодные условия. В зависимости от того, насколько высоко, профессионально, качественно и быстрее сделана работа, у нас определяются победители. Победители у нас – это три места. Первое, второе, третье место. Для того, чтобы у людей был и стимул, и вообще поощряем своих работников денежной премии за первое, второе, третье место. Результаты конкурса будут известны совсем скоро, а лучше снова будет представлять мытищи на региональном конкурсе профессионального мастерства. Выбор профессии – один из самых важных выборов в жизни человека. Он определяет ход жизни на многие десятилетия, поэтому задуматься о нем никогда не рано и не поздно. Главное в любой работе – это получать удовольствие, даже от рутинных обязанностей. С вами была Алина Савыш. Хорошего дня! Субтитры подогнал «Симон»!